Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Никиты и Вики. Для тех, кто пока еще не видел нашу программу, важная информация. Мы с ребятами находимся в стране безопасности, где учимся простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. Наверняка, ребята, о многом вы уже знаете, о взрослых людей, о своих учителей, родителей. Но это тот случай, когда можно повториться. Вы с вами согласны? Да. Хорошо. Ребят, вчера я вам уже говорила, что темой всех наших четырех соревновательных дней станут правила безопасного поведения зимой. Более подробно о теме сегодняшней игры чуть позже нам расскажет наш эксперт по безопасности Мария Александровна. А сейчас самое время, Никита, для нашего первого конкурса. Снова будут загадки, но отгадки вам на этот раз предстоит написать. Заодно проверим, как вы научились в школе грамотно писать. Подчеркиваю, грамотно. Потому что если будут ошибки, то я буду снимать баллы, фишки у вас забирать. Каждый правильный ответ – это две фишки. И еще одна тому, кто быстрее справится. Ну что, все понятно? Да. Идите к своим стендам, берите в руки маркеры, послушайте внимательно первую загадку. Вот уж месяц снег идет, скоро встретим Новый год. В снежной спячке вся природа. Подскажи мне время года. Что это у нас, ребята, за пара года? Зима. Зима, правильно. Вы отгадали эту загадку абсолютно верно. Это действительно зима. И более того, вы сделали это одновременно, поэтому каждый из вас получает по две фишки. За скорость и за правильный ответ. Вы же быстро очень написали отгадку. Долго не думали. Итак, внимание, вторая загадка. Слушаем. К нам домой под Новый год кто-то из лесу придет. Вся пушистая, в иголках. А зовут-то гостью. Как зовут гостью? Кто быстрей? Вика быстрей. Правильный ответ. И у Никитки правильный ответ. Вот какие дети молодцы. Ну, Вика, две фишки за правильный быстрый ответ. Никитка, у тебя одна за правильный ответ. Еще у меня есть одна для вас загадка, самая последняя в этом конкурсе. Так что собрались и ответили, и заработали фишки. Он летает белой стаей и сверкает на лету. Он звездой прохладной тает на ладони и во рту. Что это у нас так тает? Мгновенно. На ладони. Давай, 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 Никита. Ребята. Ну-ка, Никита, определился с ответом? Как у нас может во рту растает Дед Мороз? Летает, летает и на ладони мгновенно тает. Это снег, это, конечно, снег. Никита отгадал верно, поэтому фишка за правильный ответ остается тебе. Присаживайтесь, присаживайтесь. Первый конкурс завершился. Ребята, очень даже неплохо вы справились с моим первым заданием. А сейчас самое время для встречи с нашей хорошей знакомой из МЧС, тетей Машей. Готовы ко встрече? Да. Тогда смотрим на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о животном, которое с давних пор служит надежным помощником и защитником человека. О собаке. За смелость, преданность и отвагу ее по праву называют лучшим другом человека. Однако не стоит забывать о том, что с незнакомыми собаками нужно вести себя осторожно. Ребята, такая встреча может стать неожиданностью в любое время года. Однако именно в зимнее время голод заставляет бродячее животное проделывать большой путь в поисках еды, отчего собака может становиться агрессивной. Не меньшую опасность представляют собаки, сбившиеся в стаю, либо защищающие своих щенков. По этой причине следует помнить об основных правилах при встрече с незнакомой собакой на улице. Сейчас я вам о них расскажу. А вы запоминайте. Обходите всех незнакомых собак стороной, даже если они на привязи или на поводке. Ни в коем случае не пытайтесь погладить или покормить чужую незнакомую собаку. Если вы увидели приближающуюся собаку и родители находятся недалеко, просто позовите их к себе. Если же взрослых рядом не оказалось, а собака не проявляет агрессию, сохраняйте спокойствие. Не нужно никуда бежать или кричать. Важно помнить, что собак нельзя провоцировать, кидая в них камни или размахивая перед ними палкой или руками. Лучше всего остановиться и подождать, пока она пробежит мимо, после чего без резких движений отойти в противоположную от нее сторону. Если же собака лает и настроена агрессивно, как можно громче позовите на помощь взрослых. Либо постарайтесь оказаться вне ее досягаемости, запрыгнув на возвышенность. Эти несложные правила помогут вам принять правильное решение в трудной ситуации. А наша встреча подходит к концу. Я желаю вам удачи и, конечно, победы! У вас на стенде, ребята, есть карточки с правилами поведения. Вам нужно выбрать из них правильные и принести на скорость мне. Каждый правильный ответ – это одна фишка. И еще одна фишка тому, кто справится правильно, без ошибок с этим заданием. И штрафные очки будут, если вдруг будут неправильные ответы, то я буду отнимать фишки. Итак, внимание, начали! Побежали, Вика, выбирать нужные картинки. Носим по одной, по одной. И кто быстрее мне принесет все эти картинки по одной, тот и выиграет. Но картинки должны быть правильными. Так, первая от Никиты. Дальше. Хорошо, дальше иди, иди, выбирай следующую. Потом мы сверим. Правильные мне только носим, правильные. Я не знаю. Как это не знаю? Ну давай, давай, следующую иди ищи картинку. Может, еще там есть правильные. Так. Все, ты считаешь, что все остальные неправильные, Никит? Пересчитай еще раз. Вика, ты тоже. Смотрите, дети, внимательно. Пересели. Так, ну что, будем тогда сейчас смотреть, что вы, какие картинки принесли. Так, читаем. Прочитай, пожалуйста, Вика, что на этой написано. Зимой бездомные животные более опасны. Так, это правильная картинка абсолютно. При пожаре надо звонить 101 или 112. Далее. Собак на улице нельзя дразнить. Дразнить – это тоже правильная карточка. А здесь, в случае любой опасности, надо звать взрослых. Абсолютно правильная картинка у тебя. Свои. Карточки. Никит, читай, что ты... И зимой бездомные животные более опасны. Так, хорошо, да. Собак на улице нельзя дразнить. Собак на улице нельзя дразнить, конечно. В случае любой опасности надо звать взрослых. Тоже верно. При пожаре надо звонить 101 или 112. Умничка, молодец. Ребята, вы вдвоем справились абсолютно правильно с этим заданием. За каждый правильный ответ я обещала вам по фишке. Значит, Вика, ты у нас зарабатываешь 4. 4 за каждый правильный ответ. И Никита зарабатывает 4 плюс 1 за скорость, поскольку ты быстрее справился. 4, 5. Хорошо. Молодцы, ребята. Второй день подошел к концу. Давайте посчитаем, сколько же сегодня вы заработали фишек. Я 8. 8, видите. 9. 9 у Никиты. Итак, ребята, на сегодня все. Встречаемся завтра. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Субтитры, бра, настольные лампы, торгоги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова